Ребята, всем привет! Настало время рассказать немножко про свою поездку в Москву, как это было. Ну, в общем, отправлялась я из аэропорта Калининграда, и, в общем, самолет наш не взлетел. Нас высадили из-за обледенения, самолета нас отправили ждать. Соответственно, вы видите, какая погода на улице. До этого была прекрасная погода, но в день моего вылета она была отвратительная. Прождав три часа в аэропорту, нас посадили обратно на борт, где уже непосредственно мы благополучно взлетели. Ну, что я могу сказать? У меня, конечно, была нервозность по этому поводу, потому что я не успевала на мероприятие свое корпоративное. И когда я пришла, уже, в принципе, все заканчивалось, потому что я опоздала на пять часов. Из всего того, что было сказано, я смотрела уже только в записи, и я сама организовывала все это мероприятие. Ну, и достался мне только, условно говоря, ресторан, ресторан, гостиница с сауной и все вот эти прекрасы. Поэтому сейчас вы будете просто смотреть, я вам покажу немножко того места, где мы были, где я все это время жила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я вам хочу показать немножко номера, в котором я жила. В общем, я приехала. Мне нужно было срочно бежать в душ, идти в ресторан. Ну, это сейчас, это я уже вернулась после ресторана. В общем, я забежала, и здесь такая умная система, что я еще не сразу разобралась, как нужно включить свет. Оказывается, это я позже потом уже все сообразила, к чему относится, какая кнопка, где нужно включить свет, как нужно включить душ. В общем, там целая система этого всего. Ну, и естественно, также хотела отметить, что здесь все было, все наборы, которые нужны были, зубные щетки, зубные пасты, абсолютно все, что у нас, ну, нам нужно в обиходе, это все там было. То есть, я с собой ничего абсолютно не везла, не из такой вот косметики, так скажем. У меня был номер на две кровати, но жила я в нем одна. Вот, мне было очень комфортно, но у меня были за стенкой очень шумные соседи, которые не давали мне спать. А вот, это были не наши ребята, это просто были какие-то гости и постояльцы этого отеля. Все очень красиво, все очень роскошно. Вот, все, что хочется сказать про этот отель, это роскошь. Даже если мы, условно говоря, входили в отель, всем предлагали шампанское. Если мы спускались вниз, нам предлагали шампанское. Это все было еще перед Новым годом. И очень такая вот атмосфера была приятная, ну, как бы новогодняя, наверное, так. Мне очень понравилось, потому что в такого уровня гостиницах я еще не жила. Перелеты проживания двухдневные у нас было оплачено в этой гостинице. Она находится на Красной площади. И каждое утро у нас были завтраки, и всегда здесь играл мужчина на рояле. Это было просто прекрасно. Я не знаю, как это описать, но это состояние, как будто ты попал совершенно в другой мир. Просто потрясающие завтраки, где можно было выбрать абсолютно все, что ты хочешь. И мы также сидели командой, общались и болтали на разные темы, не касающиеся вообще работы. В общем, мы просто прекрасно провели время с ребятами. С пользой дела. У нас также еще был квест такой корпоративный, тоже на сплочение команды. 2,25 квадратов остаются. В общем, у меня не было. Продолжение следует... 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 На основании которого нам нужно было здесь подавать ей на загранпаспорт, потому что он у нее уже подходит к концу по срокам. И мы сделали два дела, пока готовили паспорт, я съездила в Москву на корпоративное мероприятие. Обратно я летела уже, было солнечно, но относительно солнечно, потому что солнечно было в небе над облаками. Я наслаждалась уже полетом и со спокойной душой летела домой. Поэтому спасибо, что вы посмотрели. Как видите, времени у меня совсем нет и только сейчас у меня дошли руки, чтобы смонтировать видео декабря. Всем пока!